С вами Андрей, у нас ShadowPixel Dungeon, собственно проходим сит игрока за мага, мы собственно подошли, вот в прошлой серии мы убили босса Жижу, подошли собственно к переходу на следующий этаж, у нас по способностям у нас 12 уровень маг, вот такие у нас способности в данный момент, мы истощены, вот такой вот инвентарь у нас с вами, у нас получается зачарования здесь нет, здесь зачарование скорости, тринка на скорость появления врагов в ночное время, у нас кстати сейчас кажется ночное время стоит, хотя если она считается, обратите внимание, солнечные часы перестали отбрасывать тень, вы ощущаете тревогу, это говорит о том, что солнечные часы и тринка работает, вот, ну что, я думаю давайте перекусим, для того, чтобы просто чувствовать себя по комфорту, и собственно переходим дальше, вы ощущаете тревогу, собственно и смертельная опасность, а собственно нашли торговца, забираем по изделиями, продать, продаем тканную броню, продаем топор, посох и собственно сайт, продали, нам бы в идеале купить анг, в идеале купить хилы, в идеале купить урезанные рационы, собственно посмотрим сколько все это будет стоить, у нас также есть рассеивание и собственно дротик, сколько это стоит, 800 монет, у нас получается анг 500, урезанные рационы по 100, хилок у нас нету, значит нам надо купить хилки будет еще, зелье, зелье, химический огонь, я не понял, а мы хилки не опознали что ли здесь с вами, давайте посмотрим, да, хил мы не опознали получается, но тут по методу исключения зеленое либо коричневое зелье, скорее всего коричневое, я не думаю что зеленое, а кто его знает, не будем гадать, возьмем анг на всякий случай, возьмем две еды, для того чтобы не сдохнуть с голоду, собственно пока так, двигаемся дальше, это у нас антимагический чемпион, у него не взимок маги, давайте его подождем, о, моего долга, смотрите, собственно мы комфортно если освещаем, должны по крайней мере на этом уровне, у нас нет ключа, миник стоит, давайте отойдем подальше, посмотрим если у нас дублирующая палочка, у нас нет дублирующих палочек, стреляем, подобрали сюрикен, сюрикен является метательным оружием, нарисовалась муха и нарисовалась зелье силы, давайте зелье силы сразу выпьем, у нас сагрился еще скелет помимо мухи, поэтому отступаем в двери, выпили зелье осили, муха судя по всему знания не пошла, скелеты будут сами себя дамажить, поэтому рунный клинок, хорошее оружие, я бы сказал даже лучшее оружие, для большинства мобов оно шикарно, посмотрим что это за зелье, это у нас коричневое зелье, собственно о чем я и говорил, коричневое зелье, у нас зелье ахилла, будем качать его обязательно, берем воспрутающий обед как минимум на единичку, лучше на двойку, для того чтобы перекус восстанавливал заряды наших палочек, также нужно обязательно взять хотя бы на единичку магическое зрение, собственно газовое, это у нас получается газовая лауша, да, собираем росинки, чтобы осветить свой анг, у нас 18 из 20 уже скоро осветит свой анг, чему нужно именно освещенное, это у нас получается алтарь, пьедестал, после достаточного количества подношения появится жертва, ну жертва в большинстве случаев бывает проклятое оружие, в принципе особо не нужно, но как вариант можно мобов перетянуть, если не будет возможность именно туда, если мы не слишком далеко от него убежим. Собственно газовая комната, соответственно, должна быть в теории зеленое зелье, в теории может быть зельем. Давайте посмотрим, есть ли оно у нас опознанное или нет, нет, у нас не опознанное, видите, у нас всего лишь 3 зелья, то есть сила алхимической агония, ускорение левитации, соответственно. Давайте перетянем муху, давай муха шлепай за нами. Проблема мухи в том, что она размножается, она нас просто зажмет. Собственно еще одно подношение нужно, если я правильно понимаю, может даже два. Давайте вора оттащить. Вор, шлепай сюда. Вор нас видит, отлично. Вор зашел в круг. Собственно получили проклятый щит, щит ослепление. Ну в целом неплохое оружие, кстати, это антимагический чемпион, точнее не магический, этого огонь. Огонь в идеале в воде бить. Проблема в том, что нам сейчас дверь сломает, зараза. Ну и ладно, минус одна дверь. Жалко у нас нет поднятия травы, это очень классный перк, он позволяет грубо говоря, практически как дверь и ремянку делать. Важно не выступить в лишней ловушке, собственно, как вот здесь, например, в комнате. Их очень много должно быть. Можно поджечь моба. Давайте нам так и сделаем. А, хотя себя, наверное, тоже подожмем немножко. Мы опознали кольцо, нам дали алхимика. Кольцо, собственно, антимагия, неплохо. Алхимик тоже шикарная вещь. Единственное, узнать, проклятый он или нет. Собственно, давайте прозвоним полы на предмет. Мне кажется, тут ловушек очень много. Цветок улучшения. В теории можно пока оставить, ничего не улучшать. Райда непонятно, что у нас цветок. Много травы. Собственно, подбираем рассинку. В идеале, конечно, нам палочка установления, но это в идеале. Собственно, это у нас вор. Давайте его одним шагом отойдем сделать, потом будем поджигать. Поджигаем вору. Проблема в том, что ловушка получается плюс две клетки. Рейндж берет. Хотя, очень странно. Она должна, по идее, была одну клетку взять, но все-таки. Но у вора не было шансов против огня. Да, я, собственно, ожидал, что здесь будет ловушка. Проблема в том, что у нас один свиток, который, скорее всего, сгорит. Если мы его оставим. Также у нас присутствует... Ну, как вариант, сейчас сходить за зельем. За зельем и за... Можно, конечно, себя потушить, бройте по себе зелье, но не хочется бросать под себя зелье. Поэтому давайте просто подождем немножко. Вернемся, собственно, за свитком. Да, верни ты мне свиток. Скелеты на этом уровне это обычное явление, как и, собственно, воры. Поэтому, если вы их видите, то это нормальное явление. Наша задача взять себе, собственно, коричневое зелье. Это у нас зелка, собственно, и исцеляющий дротик. Мы его, конечно же, будем снимать. Обратите внимание, как там гнида пошла. Неправильно. Неправильно. Давайте его покружим. Собственно, плюс один уровень. Берем антимагическое зрение. Собственно, что магическое зрение делает? Вы стреляете палочкой, и у вас на десять ходов враг подсвечивает. Если он будет убегать, не убегать, это очень эффективно. Если палочка какая-нибудь дезинтеграция, либо по площади бьющая, вообще крайне эффективно. В идеале, конечно, торговца прикрыть ему дверь. Подождем скелета. Как вы видели, скелета мы видели за дверью. Хотя мы, по идее, дверь закрыли. Вот, собственно, это преимущество этого. Нам подсказывают, что мы ощущаем наличие смертельной опасности. Это нам говорит о том, что появился один из чемпионов. Мы, кстати, не все не продали. Давайте все сходим, продадим. Немножко. Продаем щит. Щит, конечно, шикарная вещь. Он более эффективно будет для нас в плане защиты. Наверное, его, как вариант, можно было бы даже и использовать. Ароны клинок продаем, потому что он нам просто пока не нужен. А что касаемо семечек, нам нужно будет сейчас заливать семечки большим объемом. А что касаемо дротиков, нам нужно будет их очищать. Исцеляющий дротик, он не эффективен против обычных. Он против против наших врагов, поэтому для нас он будет бесполезен. А что касаемо алхимика, в теории, конечно, ну, как вы видите, у нас... Не понял. Я свиток так и не подобрал, да? Бывает. Собственно, у нас там свиток райда есть. У нас рассеивание чар присутствует. Алдал и опознание. У нас два опознания. Рассеивание и один неизвестный свиток. Мы, получается, знаем ужас превращения телепортации. Тут единственное, мы не знаем сна, наверное, для... То есть колыбельная. Ну и карта. Все остальное, в принципе, нам не суть важна было бы. Вот. По энергии у нас одна единица энергии, поэтому она, в принципе, не особо важна. Не особо важна. Конечно, желательно взять опознание, как и рассеивание. В идеале взять рассеивание, рассеять. Вопрос в том, подойдет ли нам щит тринадцатый. Но у нас пока нет монет, поэтому нам нечего тут гадать про батарею. Муха ни урон не получила, что очень плохо. В идеале, конечно, можно на себя стануть щит. Для того, чтобы подраться с мухой. Для чего, собственно, он и берется. Это проецирующий чемпион. С ним драться он только на расстоянии. Либо, если есть возможность, подкинуть ему что-то под ноги. По поводу, собственно, артефакта. Сандалия, это один из лучших артефактов для грейда. Ну, он в любом случае бы нас что-то скрысил. Учитывая то, что это проецирующий чемпион, то он прямо в этом деле профессионал. Собственно, задобряем его ядом. Задобряем его. Первое, если не ошибаюсь, нужно четыре. Потом... Даже три. Три, семь. Получается. И потом уже десять. Собственно, вот уже, если бы превратили, то уже получили бы артефакт третьего уровня. Слепняк, конечно, шикарная вещь. Давайте... Хотя у нас не так много семян, чтобы разбрасываться. Давайте заберем все-таки свиток, потому что он наш свиток. Смысл нам кому-то его оставлять. Давайте так же заберем. Поиграем в угадайку, какое у нас, собственно, зелье здесь. Ну, скорее всего, как я думаю, это, скорее всего, зеленое. Да. Почему первое зелье очищения очень важно угадать, потому что в большинстве случаев... Немножко урона получили, но я думаю, это не критично. Давайте осветим анг. Осветили анг, можем переходить на следующий этаж. Собственно, нам подсказывает то, что солнечные мечты перестали отбрасывать тень. Вообще, эти тревогу. Бордюк заполнен. Собственно, подземелье темное. Если мы обыграли со считанием тьмы, у нас была бы вообще видимость одноклепки. Но мы всех мобов разбудили, собственно. Ничего удивительного. Собственно, зелье алхимического огня и гигант. Давайте гиганта побьем немножко. Сейчас сюда мобы сбегаются. Он нам дал топор. Это, кстати говоря, ДМ. Это маг текущей локации. У магов в текущей локации, в большинстве случаев, он бьет электричеством. Против электричества не стоит стоять в воде. Потому что вы будете очень большой урон получать. То же самое, что если вы будете использовать электричество сами. Будете получать в лицо урон. Но ваше снаряжение будет перезаряжаться. Что касаемо этого чудо притягивающего моба. Давайте, как вы помните, его нельзя бить физой. Потому что он элементарно будет сильнее. Видите, физой мы очень слабо бьем о магии. Сейчас его за пару плюхов ушли. Тактилет лучше бить со спины. Он более эффективен. Особенно, если вы играете через рейндж. То есть, через атаки на расстоянии. Это будет более эффективно. Почему не стоит, собственно, исцеляющий дротик использовать? Как вы видите, он ничем. Сам дротик все еще наносит урон врагам. Но для соединников он безопасен. На самом деле, не знаю, как это работает. Ну и сколько раз его кидал. Вот давайте сейчас попробуем кинуть в скелета. Чтобы вы видели, что он просто его начнет лечить. По крайней мере, у меня так было. Не знаю, разработчик это фиксит, не фиксит. Обратите внимание, скелет полечился на 11 хп. Плюс на нем еще регенерация на 31. То есть, ну, считается скелет у нас союзником. То есть, как вы видите, не знаю, как это... Если разработчик это, наверное, будет смотреть, то... Я не знаю, пофиксить это что ли? Ну как это, я не знаю, работает? Просто на самом деле смешно. То есть, как это наносит урон врагам, но а союзникам безопасен? Ну как это? Вот я только что полечил скелета, хотя он не является моим союзником. То есть, мы сейчас заколебемся ждать, пока с него регенерация упадет. Собственно, переход на следующий этаж. Это наш любимый гигант, который очень толстенький. Маг, которого... Точнее, не маг, это у нас вор. У нас что-то скрышил. Вернее, дам. Алхимика в идеале, конечно же, прозвонить, но проблема в том, что у нас пока нет такой возможности. Электрический этаж. Нам подсказывает про смертельную опасность. Это говорит о том, что сейчас еще кто-то приползет к нам. Да, так хорошо, что мы его сейчас-то увидели. Скелетрончиком. 22.18, как вы видите. Давайте подождем еще ему ход 1 до 1. 22.18. Тут кто-то говорил, помнится, что мобы повышают свою силу раз в прихода, но как-то раз в прихода у него повышение не прошло. Электрический ДМ. Отползает. Изобилие. Еще одна ловушка призыва всех мобов на карте по вашу точку, чтобы вам скучно не было. Собственно, скелет подползает к нам. Давайте его подождем. Видели, да? Он заблокировал орган. Кто это сделал, мне просто интересно. Надпись заблокировки, конечно, это самая бесящая надпись, потому что у нас вы явно не ожидаете эту надпись в лице зреть, когда проходите. Нашли свиток опознания, отлично. В теории, конечно же, наш алхимик опознать и накинуть его вместо, например, кольца стихии. Но проблема в том, что у нас свиток снятия ЧА, как вы помните, рассеивание, он у нас опознан, соответственно, у нас его нет в наличии. Он стоит около 300 монет, нам нужно будет возвращаться. Собственно, давайте откроем теней. У нас, кстати, даже какой-то свиток здесь взяли. Вау. А самая эффективная борьба с тенями, конечно же, это через палочку, бьющую по площади. Потому что остальные палочки, они слабоваты. Также любым амитический урон пойдет также неожиданной атакам. Собственно, у нас деревянная подпитка, но вокруг не очень много травы. Соответственно, если мы подождем, скорее всего, все сгорит. Что, собственно, мы и сделаем сейчас. Мы убиваем именно вора. Почему именно вора? Потому что страж сейчас начнет гореть. У нас, кстати, три свитка опознания. Страж начнет гореть сейчас, потому что мы будем поджигать его. Проблема в том, что у нас зелье огня всего лишь одно. У нас вообще есть еще что-то огненное? У огненного больше ничего нет. Собственно, как открыть деревянную баррикаду, чтобы вы имели представление? Если у вас нет, например, зелья огня, то в большинстве случаев оно у вас будет. Вот. По крайней мере, разработчик предусмотрел, что на уровне, на котором вы заходите с деревянной баррикадой, оно будет предусмотрено. Исключение всего уровня квеста. Вот. Как его еще? То есть, с помощью палочки дезинтеграции, с помощью взрыва, с помощью бомб можно открыть его. Телепортироваться внутрь стены не получится. То есть, цепи вам тут не помогут. Давайте его просто подождем этого отсвечивающего моба. Ну, собственно, он закончился, как и ожидалось. Жалко там, конечно, дверь следующую, но это... Фахел мы не можем подобрать и комить зачарования. Фахел это уровневый предмет, поэтому нам, в принципе, в идеале, конечно, добежать сейчас все продать лишнее, ненужное. У нас очень много предметов. Вот, например, та же кольчуга, она у нас еще будет хуже. Топор, щит в идеале для себя одеть. Он, даже если нолик, он будет 0,4 блокировочка, а у нас 3,15, то есть это будет... Что касаемо факелов, в идеале, конечно, его тоже бы взять с собой. Но пока непонятно, как это реализовать. Вот. Давайте посмотрим, где у нас, есть ли у нас переход. Да, у нас переход выше. Поближе к переходу положим предметы. Как вы видите, у нас тут за респламос много народу. И без массовой магии нам, конечно, будет тяжко. Крессовор с крессовым с топором. Да, но мы бы ничего не смогли сделать. У нас заблокировал обзор этот. Получается, мы потеряли просто деньги. Растущий чемпион, кстати, он очень сильный, скорее всего, будет. Да, у нас топор с крессовым. Посмотрим, насколько сильный растущий, уже достаточно. То есть, он у нас, скорее всего, будет пробивать, да. Но не возвраткой. Но возвратка у них у всех шаблонная. Со спины. Опа, отлично. Урон возвраткой можно заблокировать, если у вас достаточно сильные доспехи. А, собственно, что мы выложим? Давайте подумаем. Давайте все-таки очистим эти дротики. Как вариант, кстати, надо было сразу это сделать. И просто забрать этот пакет. Ну, вообще, в идеале добежать до торговца. Вот, взять у него снятие очар. Блин, вот это, конечно, ситуация интересная. Он мне сейчас спину будет бить. Раз, два. Не будет. У меня ДМ будет спина. С ДМ с неким шансом попадают свитки. Свитки в основном перезарядки. Поэтому так можно их как минимум опознать. Давайте заберем факел. У нас как раз это место освободилось под него. В идеале переодеть его. Ну, как я и думал, собственно. Он проклятый. Как-то огненный чемпион. С ним драться он только в воде. Но проблема в том, что из-за того, что это он огненный чемпион, он сейчас мне всю воду сожгет. Нефть и траву. Реализовать, конечно, по-другому у меня не получилось. Поэтому как-то так. Возможно, где-то здесь переход есть. Ну, не факт, конечно. Ну да. Собственно, ожидаемо. В идеале пайкуши. Давайте перекусим. Нам нужно снять проклятие с этого. По поводу улучшений. Ну, в теории, конечно, в идеале перезарядку брать. Чтобы она была больше. Скелет. На следующем этаже в теории должен быть. В идеале, конечно, всех затащить, если у вас есть зелья. Муха, отлично. Две мухи. Это перевор. Но если она не догадается обходить муха, то мы ее просто победим. Если она догадается нас обходить, то мы ее не сможем. Подобрали коричневое зелье. А смух, в большинстве случаев, падает в зелье исцеления. Поэтому, именно таким образом их можно опознать. Воры очень сильно уклоняются. Поэтому их более эффективно бить именно в дверях. Собственно, нам нужно снять HR для того, чтобы снять проклятие с этого. Алхимика. Я хотел, конечно, Алхимика использовать для другого, но... Видимо, это не наш. Собственно, прогресс зарядки пошел. Рано или поздно он зарядится. Это огненный чемпион, и его в идеале убить на расстоянии, либо не дать ему к себе подойти. У всех огненных чемпионов в идеале убивать в воде. Потому что, когда они при смерти, они взрываются, у нас со спины какие-то идет. При смерти они взрываются, и после взрыва они вам нанесут рун огнем. Если у вас нет бронежара, либо иммунитета похожего типа, то вам, конечно же, более эффективно и доминили. Забили, собственно. Скидокрончиков. Мне больше всего здесь и то, что они блокируют. Обратите внимание, удар со спины был заблокирован. Что смешно. На самом деле, как он его заблокировал, если он его не видел? Непонятно. Тут опять же вопрос к разработчику. Мага, конечно же, нужно бить либо в дверях, но к нам еще... Собственно, еще плюс один уровень. Это последнее, что мы можем здесь прожать. А когда маг использует свиток, его палочки получают два выстрела. Плюс два уровня. На следующие три выстрела, либо два выстрела. На самом деле, это эффективная вещь, но она работает в основном, если у вас есть артефакты в виде книги. А в основных случаях он не менее эффективен, поэтому не стоит. У него все как-то. Видели, как мы сквозь стену продобажили? Отлично! Палочка магической стрелы. Мы нашли еще одну Россия в Невчаре. Давайте деблоким щит и оденем щит на себя. Поднимем палочку. В идеале узнать ее проклятость. Давайте посмотрим. Она не проклятая. Соответственно, мы можем ее поставить на быстрый слот. Собственно, еще один этот стражничек. Давайте его пораздамажим немножко. Щит, кстати говоря, работает. Наличие смертельной опасности, но я думаю, нам это уже не критично. Нам в идеале продать бы вот этот доспех, чтобы у нас просто место освободилось. Мы перезарядили алхимика. Поэтому, как вариант, можно его использовать. Давайте его и воспользуемся им. Хотя нам нечего надо спидать будет. Применим камень интуиции на зелье, чтобы оно нам не давало дубликатов. Камень сохранился. Но проблема в том, что мы не знаем, какой конкретно нам еще могут подбросить. Давайте создадим... А, у нас места нет, да? Чтобы создать нам нужное место. Давайте выложим пока пустых рук. У нас одно место есть. Сварить. Расщепим одно. Сделаем цветопредсказание. Предсказали, собственно, просчитали. Некоторое количество всего нам рассказали. Не на том спасибо. Как вы видите, у нас присутствует, получается, тушеное мясо, пожаренное мясо. Вот рацион пищи, прожаренное мясо и, собственно, пирог. Мы можем создать тебе еще дополнительные, ну, единственное, 6 энергий нужных. Вот. Поэтому будем искать энергию. В теории сейчас расщепить и сделать себе еду. И чтобы с следующего этапа уже начать с едой. Давайте так и сделаем. Расщепим цветопознанием. Расщепили его. И теперь пробуем сделать себе еду через рецепт. Чтобы мы не особо долго думали. Окей. Собственно, еда есть. Пустых рук мы забираем обратно. Ну, вот. Немножко разобрали место. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok